Евангелие от Матфея, 19 глава, 16 стиха, сегодня мы слышали за Божественной Литургией. Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Из беседы святителя Анатолуста. «Некоторые обвиняют этого юношу в том, будто он подошел к Иисусу с хитростью и лукавством, и притом с намерением искусить его. Но я скорее согласен назвать его сребролюбцем и невольником богатства, так как в этом же самом и Христос изобличал его. Укорить же юношу в лукавстве и отнюдь я не намерен. «Небезопасно быть судьей того, чего мы не знаем, и особенно судьей обличителем». Да и Марк отдалил такое подозрение, когда сказал о нем. Подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его, и еще, и Иисус, взглянув на него, полюбил его. Евангелие от Марка, 10 глава. Отсюда видно, как велика власть богатства. Хотя бы мы в остальных отношениях и были добродетельны, богатство истребляют все эти добродетели. Вот почему и Павел справедливо назвал его корнем всех зол. Корень всех зол есть сребролюбие. Из первого послания к Тимофею, 6 глава. Но почему Христос отвечает юноше такими словами? Никто не благ. 17 стих. Юноша подошел к нему как к простому, обычному человеку и считал его просто учителем иудейским. Иисус и беседует с ним как человек. И часто говорит он предпособительно к мнению, обращавшись к нему. И так, когда он сказал, никто не благ, то этим не хотел показать, что он не благ. Да не будет этого. Ведь он не сказал, почему ты называешь меня благим. Я не благ. Но никто не благ. То есть никто из людей. Впрочем, он этими словами не лишает благости и людей. Но только отличает последнюю от благости Божией. Почему и присвокупил только один Бог. Не сказал только Отец мой, чтобы мы знали, что он не открылся юноше. Но говорит, что заставило Иисуса Христа. И какую он имел цель, так отвечать юноше. Без сомнения, ту, чтобы постепенно вести юношу к совершенству. Отучить его от лести, отдалить от пристрастия ко всему земному и приблизить к Богу. Возбудить в нем желание благ будущих. И, наконец, научить его познанию истинного блага, источника и корня всех благ. И ему-то одному воздать честь. Юноша показал немалое усердие, когда задал Иисусу Христу такой вопрос. В самом деле, тогда как одни приближались к Иисусу с намерением искусить Его, а другие по причине своих собственных или чужих болезней, Он подходит к нему и беседует о жизни вечной. Точно была земля и способна к полородию, но множество теней заглушило посеянное. Смотри, как он доселе готов был к выполнению того, чтобы не повелил Иисус. Что мне делать, говорит юноша, чтобы наследовать жизнь вечную? Вот готовность Его исполнить повеление Учителя. И так, когда Христос сказал, если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Он немедленно спросил, какие? И спрашивает мне того, чтобы искушать Иисуса. Нет, а думал, что кроме заповедей и закона, есть еще другие, которые будут Его путеводителями в жизнь вечную. Так сильно было Его желание спастись. Но когда Иисус пересказал Ему заповеди закона, все это сохранил ее от юности моей, говорит Он. И на этом не останавливается, но снова спрашивает, что еще не достает Мне? И это тоже было знаком сильного желания и вечного спасения. А что же Христос, намереваясь предписать заповедь трудную, Он сначала предлагает награду за исполнение и говорит, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение Твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за Мною. Юноша был богатый, имел имение. Но богатство заключается не в большом сокровище, а в привязанности к Нему. У нас часто, почему не было на богослужении, спрашивают. Мне надо молоко сепарировать. Неотложные дела были дома. Когда в это время, должен был за неделю прийти, прославить Бога. Отговорки. Но и Юноша этот говорит, я все заповеди исполнил. А мы даже не можем сказать, что ты заповеди-то я все исполнил от юности моей. А часто бывает у нас, что вспомнишь, что было от юности-то моей. Пришли-то когда ко Христу? И этого не можем сказать. И сейчас уже и то еще ищем. А у меня важные очень дела были. Поэтому я не мог, Господи, побеседовать с тобой. Богослужение – это беседа с Богом. Мы говорим, Господь нам отвечает. Если не пришел, ты отказался от этой беседы. А потом, говорю, что-то у меня не ладится. Куры плохо несутся. Начинают дохнуть что-то там. Продать не так удалось, как думал. А почему? Да потому что нет на это благословения. Ты в этом все полагал. Только в этом полагал. А не думал, а как мне наследовать жизнь вечную? Господи, что мне не достает? Когда такой вопрос, кто задавал себе? Господи, я все исполнил. Что мне еще не достает, чтобы достичь жизни вечной? Вот так нужно ставить каждый раз себе вопрос. Что я еще не сделал для жизни вечной? А мы, ой, я, если я не пойду, то я... А всего служба-то два часа вечером идет. Два часа. Всего лишь только. Из вас до часа. А спросить часто, чем этим занимаешься? Сколько времени? В сутки посчитай. Сколько времени тратится на молитву у нас? И сколько времени сидишь возле компьютера, смотришь разное неподобающее сказать? И о чем вы говорите, пересказывать-то неудобно даже. Смотришь те картинки. Рассуди так. И если совесть она есть, она должна, как говорится, искру дать. Вот. А если нет, как наш отец всегда говорил, говорит, так о совести. А он так говорил, говорит. Да какая у него совесть? Он совесть, говорит, свою, говорит, еще, говорит, в детстве, говорит, соплями съел. То есть о человеке, у которого нет совести. Так разговаривают. Те люди старшего поколения, они более образно говорили. Допустим, вот говорит юноша, иди. Раздай ременье, иди за мною. Не оглядывайся назад, иди за мною. То, что нужно тебе, Господь не оставит тебя. Наша мама говорила так, переводила в Писании, что если, говорит, взялся за орала и обрящийся назад по-славянски, неудоб ездят в Царствие Божие. Она говорит, как это понимать? Очень просто, говорит, пошел за Богом, не вороти рыло назад. Иди прямо. Рыло, то есть лицо. Орала, она это плуб. Она по-своему. Но, в общем-то, правильно. Пошел за Богом, рыл и говорит, не вороти назад. Иди. Аминь. Аминь.